20 ноября в Доме правительства Донецкой Народной Республики состоялось очередное пленарное заседание парламента. Перед его началом председатель Народного Совета Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с отменой визита в Донецк специального представителя председателя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика. Встреча перенесена из-за того, что служба безопасности и его служба безопасности не посчитала безопасной возможность прохождения линии соприкосновения, то есть проезд на нашу территорию. Исходя из этого, визит был перенесен. Данный визит является достаточно важным шагом, потому что он позволяет донести информацию о реальной обстановке, что у нас происходит, каким образом соблюдается или же не соблюдается перемирие со стороны вооруженных сил Украины. На повестку дня для голосования было вынесено 4 законопроекта. В первом чтении парламентарии единогласно приняли законопроект Трудового кодекса ДНР, представленный депутатом Народного Совета Олегом Шабаном. После этого депутат Сергей Рожков вынес на голосование два законопроекта о перевозке опасных грузов и о внесении изменений в закон ДНР о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности. Затем также был рассмотрен законопроект о безопасности и качестве пищевых продуктов, в разработке которого принял участие депутат Народного Совета от фракции «Свободный Донбасс» Евгений Орлов совместно с Министерством агропробычной политики и продовольствия. Социально-экономический эффект от принятия и реализации законопроекта состоит в уменьшении потерь общества вследствие снижения заболеваемости населения, сокращения измеренности в связи с потреблением некачественных пищевых продуктов и увеличением неожидаемой продолжительности жизни. Законопроект был принят в первом чтении, однако из-за некоторых вопросов был отправлен на доработку и будет голосоваться повторно. Закон в целом доработан, остались какие-то нюансы, на которые мы решили отложить на две недели для второго чтения. Этот закон позволит нам получить инструментарий по контролю за безопасностью и качественных пищевых продуктов. То есть мы сегодня понимаем, что есть определенная проблематика того, что сертификация продукции на украинской основе затруднена, а недобросовестные предприниматели пользуются тем, что в данном смысле правовое поле не разработано. Вот этот пробел мы заполняем и тогда уже в государстве появляется полноценная система, которая позволит нам контролировать качество. Кроме того, депутаты заслушали ежемесячный отчет Временной комиссии Народного совета ДНР по расследованию мошеннической деятельности бизнесмена Сергея Курченко, который по последним данным выехал на территорию Российской Федерации. По результатам работы, которая проведена, можно констатировать, что в Временной комиссии требуются дополнительные полномочия для сбора информации с целью всестороннего анализа мошеннических действий Курченко и установления связанных афилированных к нему структур. Анна Триксель, Вячеслав Богайчук, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Специально для Новороссия ТВ.